Здравствуйте! С вами Роман Выстороп в эфире Держинского 102. Программа о работе Ставропольской полиции, происшествиях и раскрытых преступлениях. Сегодня в выпуске. Достанется по заслугам. В Ставрополе поймали мужчину, облившего клеем девушку на эскалаторе. Таксист с сюрпризом. Водитель без прав не довез пассажиров, потому что уснул за рулем. И безопасное детство. Как защитить детей во время летних каникул. Начинаем с криминальной хроники. Ставропольчанка хранила дома 6 килограммов наркотиков, а четверо жителей Кисловодска тащили из магазинов все, что плохо лежит. От ювелирки до сейфа. Тем временем в краевой столице поймали парня, облившего девушку клеем. Подробности в оперативной сводке. В Ставропольском крае сотрудники полиции пресекли канал сбыта сильнодействующих веществ. Оперативникам краевого главка поступила информация о том, что Ставропольчанка незаконно сбывает лекарственные препараты, запрещенные к безрецептурному обороту. В ходе проверки имеющихся сведений данный факт подтвердился. В результате обследования транспортного средства и в ходе обыска по месту жительства женщины полицейские обнаружили и изъяли крупную партию запрещенного к продаже без рецепта лекарственного препарата в количестве более 13 600 таблеток, содержащих в своем составе сильнодействующее вещество тромодол. Общей массой порядка 6 килограммов. В настоящее время расследование продолжается. Проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности злоумышленницы и установление канала приобретения запрещенных веществ. Также на Ставрополье расследуется уголовное дело по фактам краж из торговых учреждений и незаконного хранения наркотиков. В совершении противоправных деяний подозреваются четверо жителей Кисловодска. Оперативниками установлено, что мужчины совершали хищение имущества как в составе группы, так и поодиночке. Используя специальные инструменты, они вскрывали двери и окна торговых учреждений, откуда похищали различные имущества. От их действий пострадали двое владельцев киосков в Пятигорске, один в Есентуках, а также хозяин отдела магазина в торговом центре города Инза Ульяновской области. Злоумышленникам удалось похитить ювелирные изделия, металлический сейф с денежными средствами и другую бытовую технику. Общая сумма ущерба, причиненная потерпевшим, составила свыше 4 миллионов рублей. Полицейские выяснили, что во время совершения противоправных деяний участники группы передвигались на двух автомобилях, использовали маски и перчатки, а также рации для ведения переговоров между собой. При проведении обысков по адресам проживания задержанных обнаружено и изъято похищенное имущество. Также у одного из фигурантов из гаража оперативники изъяли три банки с веществом растительного происхождения, которые, согласно экспертизе, являются наркотическим средством марихуаной. Теперь за совершение противоправных деяний злоумышленники ответят по закону. А в Ставрополе полицейские установили местонахождение мужчины, облившего клеем местную жительницу. Ранее в социальных сетях появилась видеозапись о том, что в одном из торговых центров краевой столицы мужчина, поднимаясь по эскалатору, облил девушку клеем, повредив одежду. В результате чего потерпевший был причинен материальный ущерб. Участковые уполномоченные полиции установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 21-летний ранее судимый житель соседнего региона. В отделе полиции молодой человек сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений». Пока родители на работе, у детей летние каникулы. Чем занимаются школьники, пока за ними некому присмотреть? И чем могут закончиться невинные шалости? В канун Дня защиты детей сотрудники полиции рассказали, что делать, чтобы каникулы не закончились трагедией. Я закончила школу уже очень давно, но до сих пор вспоминаю это волшебное ощущение. Скоро лето, а это значит каникулы. Родители на работе, и весь мир превращается в одну большую детскую площадку. В мире столько всего интересного. Хочешь качельки, карусельки, горки тебе всякие – это же лето! А значит, что летом можно делать абсолютно все. Конечно, взрослые тети на горках катаются редко. Чаще всего детские площадки – территория детей. Их мам. Галина часто приходит сюда вместе с дочкой. Для них лето – отличная возможность провести денек на свежем воздухе. Когда берем отпуск, логично летим или едем на море. А так обычно в основном на детских площадках. Вот сюда мы любим ходить, в кино ходим. А Елена – мама в кубе. Старшему сыну уже 10. И совсем скоро он будет гулять самостоятельно. Поэтому мама постепенно учит ребят простейшим правилам безопасности. Первое, что это не бегать, когда кто-то качается на качеле, потому что это действительно на детских площадках. Они расположены так, что дети бегут и за ней, и перед ней. Ну а так как они ходят все время со мной, то, конечно, стараюсь подавать им пример на личном примере, переходить по светофору на пешеходных переходах. Но пока слушаются, ходят за мамой. Вот только детвора постарше далеко не всегда выбирают такие невинные развлечения. Юных исследователей манят совсем другие места. Например, строительные площадки, крыши и гаражи. Или водоемы, далеко не каждый из которых приспособлен для купания. Так что пока родители на работе, дети остаются предоставленными сами себе. Такие каникулы могут закончиться трагически. Уменьшить риск помогут летние лагеря и секции, где ребенок все так же сможет выплеснуть энергию, но уже под контролем взрослых. Мы рекомендуем все-таки родителям той возрастной категории, начиная, наверное, с возраста школьного, это 8 лет, и заканчивая максимально, наверное, лет 14, потому что более старшие школьники уже не пойдут у нас в пришкольные лагеря. Чтоб родители предусмотрели хотя бы на один школьный летний в месяц, чтобы у нас дети были в пришкольных лагерях. В этом году коронавирус не станет помехой летнему отдыху. Детские лагеря откроют двери по расписанию, но там ребятня проводят далеко не все лето. Вот тут на помощь бдительным взрослым приходит мобильный телефон. Вовсе не обязательно названивать чаду каждые 5 минут. Но родители всегда должны знать, где и с кем ребенок проводит время, и договориться о периодических сеансах связи. Должен быть установлен режимный контроль. То есть каждый ребенок должен понимать, что через каждые 2-3-4 часа он должен отзвониться родителям по телефону, хотя бы сообщить, куда он пошел, с кем он находится, чем он в данный момент занимается. То есть форма и методы контроля каждый родитель должен в зависимости от специфики поведения своего ребенка установить должен сам. То есть тут каких-то конкретных рекомендаций нет. Но вместе с тем, еще раз повторюсь, каждый родитель должен знать и понимать, где в какой-то период находится ребенок. Не дай бог случилась ситуация, что в какой-то момент ребенок не отзвонился, в какой-то момент ребенок, скажем так, не вышел на связь или не вернулся домой. Но прежде всего не паниковать. Если вовремя связаться с ребенком или его друзьями не получилось, лучше сразу обратиться в полицию. Чаще всего юный путешественник находится в тот же день. Но есть еще один фактор риска – дороги. Неожиданно выбежав на проезжую часть, ребенок просто не оставляет водителю шансов отреагировать. Так что именно возле дорог за детьми нужно следить особенно внимательно. Только в краевой столице с начала года в дорожных происшествиях пострадал 31 ребенок. Госавтоинспекция обращается к родителям организовать безопасный досуг для своих детей в летний период. Каждый день напоминать им о безопасном поведении на улице. Проверить, правильно ли ребенок понимает правила дорожного движения. Умеет ли применять эти правила в реальных дорожных ситуациях. Также, отправляясь в поездку, необходимо обеспечить безопасную перевозку детей. Родители должны позаботиться, чтобы их малыши находились в безопасных креслах и не пострадали в случае непредвиденных ситуаций. Именно для этого и созданы специальные детские автокресла и удерживающие устройства. Необходимо помнить, что ребенок учится законам дорог, беря пример с родителей, со взрослых. И нам все вместе необходимо сделать все, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших детей на дорогах. Соблюдение простейших правил безопасности поможет и детям, и их родителям сохранить только самые радостные воспоминания о летних каникулах. Елена Мирошникова, Руслан Аков, Ставропольское телевидение. На дороге водителей поджидает множество опасностей. Выпивохи, безответственные лихачи и водители без прав. Но пешеходам, к сожалению, расслабляться не стоит. О самых громких происшествиях минувшей недели расскажет наш Дорожный патруль. Не ушел от правосудия. Вечером 8 мая на одной из улиц Михайловска неизвестный водитель сбил 17-летнюю девушку и скрылся с места аварии. От множественных травм пострадавшая через несколько дней скончалась в больнице. Сотрудники полиции и регионального управления следкома бросили все силы на поиски виновника трагедии. Им оказался 49-летний местный житель. Сразу после аварии он продал машину в соседнюю республику и попытался сбежать от следствия. Но теперь ему все-таки придется ответить за свой поступок. Опасная спешка. Серьезное ДТП произошло на трассе Кочубеевского округа. Кадры происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях. Как сообщили в ГИБДД региона, водитель иномарки перестраивался из правой полосы в левую и не уступил попутной Гранте. От удара отечественная легковушка врезалась в отбойник и по инерции улетела в кювет. В итоге оба водителя и два пассажира Гранте в больнице с разными травмами. Проводится проверка. Опасный таксист. Жители Шпаковского округа вызвали такси. Приехал 25-летний водитель. Остановившись на светофоре, мужчина неожиданно уснул. Пассажиры сняли это на видео и вызвали сотрудников ДПС. Таксист явно был нетрезв, но от медосвидетельства не отказался. К тому же у него не было прав. Полицейские составили протокол и поблагодарили бдительных ставропольцев. И еще одна громкая история из соцсетей. Видео, как по Ставрополю едет иномарка, а пассажир высунулся из люка, собрало много просмотров. Увидели его и дорожные полицейские. Они нашли 19-летнего водителя. Оказалось, что парень не только неправильно перевозил людей, но и не зарегистрировал автомобиль, а также не оформил страховку. Машину отправили на спецстоянку. Лихач сможет ее вернуть только после предоставления всех документов. Осудили в социальных сетях и героя этого видео. На кадрах видно, как водитель отечественной легковушки проезжает перекресток на улице Мира на запрещающий сигнал светофора и врезается в припаркованную иномарку. Полицейские выяснили, что аварию совершил 23-летний местный житель. За последнее время он неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД. От процедуры освидетельствования водитель отказался. Ему светит крупный штраф, машину отправили на штрафстоянку. Рано повзрослел. Полицейские узнали, что по силу бешпагир Грачевского округа на автомобиле разъезжает несовершеннолетний парень. 17-летнего водителя быстро нашли и вместе со взрослыми пригласили на беседу. Полицейским парень признался, что права не получал в силу юного возраста, зато машину купил на собственные деньги. Управлять транспортным средством парень тоже учился сам. Но в ближайшее время нарушитель за руль не сядет, машину отправили на штрафстоянку. Недалеко уехал. Неоднократно судимый 31-летний житель Михайловска работал на ИСТО. Мужчина заметил открытую машину с ключами в замке зажигания и, недолго думая, сел за руль. Проехав буквально несколько метров, он не справился с управлением и сбил женщину. Испугавшись ответственности, водитель скрылся и даже не оказал ей помощь. Потерпевшая в больнице. Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения. Сейчас злоумышленник задержан. Ему придется ответить за свою выходку. Тем временем автоинспекторы села Дивного заметили на дороге виляющую машину. За рулем был 43-летний местный житель. От него пахло алкоголем. Уже в патрульной машине медосвидетельство не подтвердило состояние опьянения. Оказалось, что мужчину уже лишили прав за пьяную езду. Теперь возбуждено уже уголовное дело. Будьте внимательны за рулем. А если вам понадобится помощь полицейских, звоните по номеру 02 с городского телефона, 102 с мобильного и 112 вызов всех экстренных служб. С вами был Роман Выстероп. Берегите себя. Роман Выстероп. Берегите себя.